Рок-клуб ленинградский клуб Вчера уважаемые любители рок-музыки Мы отправляемся в очередной рок-путешествие И опять в город Санкт-Петербург А вы спросите, а что вы там забыли? Да ничего мы там не забыли В Санкт-Петербурге мы ничего никогда не забываем Мы только там находим И в этот раз мы идем туда по очень важному поводу Потому что ленинградскому рок-клубу в этом году Исполнилось бы 40 лет, если бы он был жив Но, к сожалению, он приказал долго жить всем рокерам Это его участникам Но, тем не менее, в 81 году его организовали И в этом году ему должно было бы быть 40 лет И по этому поводу энтузиасты рок-музыки Питерские и бывшие члены рок-клуба Решили организовать там несколько выставок Одна из них будет проходить в русском музее А вторая будет проходить в музее мужики Вот туда мы и едем посмотреть И потом рассказать вам об этих выставках И едем мы, как обычно, на нашем любимом поезде Красная Стрела Великолепный фирменный поезд С комфортабельными вагонами Особенно вагонами СВ Где нас напоют чаем или кофе Все дадут Шоколадки всякие и закусочки Поэтому погнали А чем еще хорош этот поезд? А тем, что он отправляется в 23.55 А пребывает в 7.55 Ты спокойненько сел в него Разделся, отдохнул Попил чайку, лег спать Утром проснулся, а ты в Питере Все прекрасно Все говорят, сапсан, сапсан 3,5 часа ты проехал, быстро вроде бы Ну там сидеть надо Сидишь, устает все тело Быстро, но для меня не очень комфортно А здесь класс О, поезд Прекрасный поезд Прекрасная дорожка Прекрасные люди встречают нас И скоро мы войдем в прекрасный вагон И в свое купе Здравствуйте Скажи, это самый лучший вагон в этом поезде? Я не ошибся, да? Добрый вечер, да Точно? А вот и наши апартаменты Как вам? Как вам эта красота? Неописуемая Но я все-таки ее опишу Посмотрим, как сегодня будут себя вести, проводить И Хорошо или плохо? Чай будет вкусно, нет? В пакетах Заходите со мной Не успели мы приехать с Мальдивы Отчитаться перед вами Как снова отправляемся в очередной рок-путешествии Вы скажете Что же это вы за рокеры такие? Что не рок-н-роллы сочиняете, поете А все время путешествуете Как лягушка путешественница На что я вам отвечу Что написание нет лена Круг группа влащука изда Не прекращается нигде никогда И ни при каких обстоятельствах Ни в родной студии Ни в поездах Ни в самолетах Ни в отелях Если вы обратили внимание Мы ритмично Каждую неделю Представляем вам новую песню Несмотря ни на что Вот и на Мальдивах К примеру Я написал и спел вам песенку в стиле регги Если вы помните А сейчас мы в очередной раз Направляемся в нашу северную столицу Вы опять скажете Что-то вы туда зачастили Отвечаю и на этот ваш коварный вопрос А туда ж можно ездить бесконечно Я не знаю у нас в России Больше ни одного города Который с любых сторон И с любых точек зрения Столько был бы интересен для туристов Ну после моей конечно любимой Москвы Питер это и былая история Застывшая в граните И новейшая история В том числе любого искусства От архитектуры, живописи, поэзии И до питерской рок-музыки Причем история любого вида искусства И особенно рок-музыки В Питере творится прямо у нас на глазах Поэтому туда, в Питер Можно ездить постоянно Тем более в вагоне СВ Фирменного поезда Красная Стрела Вот так вот я слегка его прорекламировал Хотя он в рекламе и не нуждается И еще же мы никуда не торопимся Мы же просто наслаждаемся жизнью Хватит уже бесконечно колбаситься Пахать с утра до ночи Так что в гору глянуть некогда И даже не замечать Что жизнь уверенной походкой Проходит мимо Помните прекрасную песенку Вокально-инструментальном ансамбле Поющие сердца Но ты опять проходишь стороною Как будто избегаешь встреч со мною Скажешь здравствуй мне как всегда И спешишь не ведомо куда Вот так и наша жизнь проходит мимо Когда мы не замечаем что творится вокруг Работаем чем-то там занят И все время она мимо идет Поэтому хватит Мы решили жить и наслаждаться жизнью И обо всем об этом потом рассказывать вам Надеемся что хоть кому-то это будет нужно и интересно Ну что здесь еще какие новшества в поезде Оказывается здесь есть душ теперь В каком-то командирском вагоне Можно пойти душ принять Это первое Но с прессой конечно у них Все по прежнему Только парламентская газета Ну что будем узнавать новости нашего парламента Кто там новенькое придумали для нас Владимир Владимирович вроде сказал Что будут какие-то дополнительные льготы Матерям-одиночкам С детьми там до 16 лет Это неплохо Меня это порадовало между прочим Но надо стимулировать рождаемость в нашей стране Такие огромные территории Нам люди нужны вул Особенно я бы всех образованных Со всех наших бывших республик сюда их Чтобы они подымали нашу экономику А то они в Польшу едут Клубнику собирать И в Германию Подтирать пенсионерам Места одни Сюда надо ехать Всех кто получил образование В Россию подымать экономику нашу Помните? Много лет традиционно С подстаканничком Кипяточку принесли А чай тут есть на выбор Зеленый и черный Ну я любитель черного Поэтому Сейчас себе черного чайку С промокательной бумажечкой Забодяжу 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 И обратите внимание Есть черноголовочка Вода И Шоколад Я в тот раз пробовал Сейчас мне начальство не даст Когда я сам еду Я его ем Втихаря Пока начальство не даст А сейчас начальство со мной Поэтому Не даст Я конечно Втихаря Съел бы Начальник рядом Не даю Развернуться Поэтому Я шоколад Передаю Вот сюда Пусть ест А я чайку побью И Мне пронесли Вот мой любимый Томатный сок Великолепный Солнечник Это мне разрешает Это можно А шоколадник Что за народ Пошел Начальство Жестокость Тирания Кровавый режим У нас тут Круглупер Кровавый режим Поэтому я чайку Черного попью И буду бороться С кровавым режимом В нашей группе Который не дает И есть шоколад И Вот Вот это тоже сказали Что мне вот это можно Помните Когда люди Попадали в армию Ну или на флот И Там каждый день Давали кашу Разную Перловую Овсяную Пшеничную Мясо Практически не бывало Рыба И иногда И поэтому Знаменитая фраза Когда в очередной раз давали Кашу То узбеки Говорили Да узбек тебе Что птичка что ли Каждый день Кашу Пшено Клевать Я вам уже птичка Питаться Одними фруктами И овощами И там Аж ты сок пить Дайте Скаладо Ладно Дайте Не дает Ладно Буду Буду питаться Кутичкой И вот я Как свободный человек И как начинающий рок-музыкант Еду в Питер И хотя В Питер Можно ездить И просто так Без всякого повода Но тут Как раз И повод Есть Очень достойный И замечательный В этом году Первому в Советском Союзе То бишь В России Ленинградскому рок-клубу Стукнуло бы 40 лет Но он столько К сожалению Не прожил Родился рок-клуб В далеком 1981 году А приказал Всем рокерам Долго жить В конце 90-х Когда у него Окончательно Отобрали его Постоянное место жительства На Рубинштейна 13 Но тем не менее Все уважающие себя Рокеры Помнят эту Замечательную организацию И поминают рок-клуб Не злым Тихим И что очень важно Добрым словом И сейчас По поводу 40-летия Клуба Энтузиасты И бывшие члены Клуба Организовали Несколько выставок Посвященных Дню рождения Рок-клуба Вот мы туда и едем Посетить эти выставки И потом вам Об этом всем рассказать Одна из выставок Организована В Строгановском дворце Русского музея На Невском проспекте Где представлены Фотографии Различных авторов Живописные работы И некоторые артефакты Также транслируются Архивные видеосъемки Предоставленные У известным режиссером Алексеем Учителем И его фильмы Рок и последний герой Посвященные Рок-музыкантам Тех времен Вторая выставка Организована Государственным музеем Театрального и музыкального Искусства В галерейном флигере Шереметьевского дворца В музее музыки Что на набережной Фонтанки 34 На этой выставке Также представлена Большая фотоэкспозиция Различные артефакты Предоставленные Известными рок-музыкантами Организованы Различные онлайн-встречи С известными Очевидцами Тех времен На этих онлайн-встречах Можно поучаствовать И не приезжая В Питер А также Вот именно На этой выставке Будет организована Творческая встреча С сотрудниками Другого музея Музея Битлз Коли Васина Из арт-галереи Которая на Пушкинской 10 Была еще открыта Третья выставка В галерее Арт-лига На Пушкинской Но Ее уже закрыли Поэтому постараемся Посетить Вот эти две выставки И если будет что-то еще Тоже будем посещать И Попробуем Конечно Попасть на какие-нибудь Рок-концерва Их в Питере Всегда много И будем об этом Всем рассказывать О своих впечатлениях О том Что увидели В сериях Нашего Рок-путешествия Которая называется Ленинградский Рок-клуб 40 лет спустя Всем привет До встречи в Питере Из жизни Русской Профессуры Из жизни Докторов Наук Истории Иван Без цензуры Расскажет Рокер Валащу 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 Реклама